Полицейские Наринмара продолжают поиски неизвестных, которые умышленно сорвали сразу несколько кнопок вызова персонала для людей с ограниченными возможностями здоровья, установленных на социальных объектах. Среди подозреваемых двое подростков. Они попали в объектив одной из камер наружного видеонаблюдения. Тем временем члены Всероссийского общества инвалидов, случившиеся, уже назвали актом вандализма. На кадрах камеры наружного видеонаблюдения задний двор центральной городской почты. Двое подростков. Один из них неспешно покуривает, подходят к крыльцу Департамента финансов и экономики. Оглядываясь по сторонам, юноша пытается открыть дверь, но тщетно. После убегает за своим товарищем. При этом лиц не видно. Полицейские не исключают, вероятнее всего, именно они причастны к пропаже кнопок для людей с ограниченными возможностями здоровья. В период с 20 января по 2 февраля текущего года были повреждены неустановленными лицами три кнопки вызова для лиц с ограниченными возможностями, которые находились на административных зданиях. К совершению данного деяния могут быть причастны двое несовершеннолетних. А вот то самое крыльцо профильного ведомства. На стене осталась лишь специальная желтая табличка. Кнопку сорвали и унесли с собой. Это, конечно, не преступление века. Впрочем, по факту, инвалидам-колясочникам, да и просто пожилым людям, которым сложно передвигаться, теперь будет затруднительно попасть внутрь. А ведь на улице, как говорится, немай. Кнопка для вызова, персонала пропала и ухода в департамент здравоохранения. Член Всероссийского общества инвалидов по Ненинскому округу Виталий Хабаров. В регионе он курирует вопросы создания доступной среды, считает, случившиеся они иначе, как вандализм. О чем думали те, кто это совершил. Но главный вопрос – зачем? На мой взгляд, это абсолютно печально, особенно если учитывать те учреждения, в которых эти кнопки были поломаны. Потому что ни в одном из этих учреждений, к сожалению, нет до конца адаптированной входной группы. И поэтому, раз кнопка вызова отсутствует, соответственно, отсутствует возможность оказания в мобильном порядке услуги для инвалидов. А что здесь им можно посоветовать? Наверное, чтобы направляли свою энергию в нужное русло. Кнопку вызова персонала неизвестной в буквальном смысле вырвали отсюда. Здесь Управление гражданской защиты и обеспечения пожарной безопасности. Момент правонарушения не зафиксирован. На доме отсутствуют камеры наружного наблюдения. Стражи порядка обращаются к жителям региона. Если вы стали свидетелями данных происшествий или узнали несовершеннолетних, которые попали в объектив видеокамеры, позвоните в дежурную часть управления МВД. Анонимность гарантируется. Что же касается государственной программы «Доступная среда» для людей с ограниченными возможностями, то она в регионе реализуется уже несколько лет. По неофициальным данным, пандусами и кнопками вызова оборудовано лишь 40% социальных учреждений. Показатель неплохой, говорят специалисты, однако многие организации продолжают игнорировать госпрограмму. Минувшим летом активисты ОНФ провели эксперимент, проинспектировали ряд объектов, среди них пенсионный фонд. Оказалось, что без посторонней помощи инвалиду-колясочнику по пандусу не подняться, так как металлические перила установлены лишь с одной стороны. Такое сооружение не соответствует строительным нормам и правилам. Неудобной оказалась и сама лестница.